Доброе утро, миссис Вайбер. Доброе утро, миссис Хабин. Я люблю усыновлять детей. Вот мое резюме. Ой, минуточку, не то дала. Вот. Его я выкину. Можно ли мне усыновить ребенка? Я уже видела резюме. Вы отправляли мне письмо на почту. Ах да, точно помню. Ну вот еще карточка. Очень хорошо. Дети ждут. Пойдемте за мной. Покажите мне невестку. То есть дочь. Дети, хочу вас познакомить. Мое имя Изольда. Я оставлю вас узнать друг друга лучше. Если будут какие-либо вопросы, я в другой комнате. Ну что, дети, давайте познакомимся. Меня зовут Изольда, как я уже сказала. И я была профессиональным футболистом, кстати. Да, девочка. Упс. Ну это вообще-то баскетбольный мяч. Ой, я что сказала, что я профессиональный футболист? Глупость какая-то, шутка. Футбол просто хобби. Неважно. Так что, я выберу кого-то из вас. Да, я хочу, чтобы меня усыновили. Меня удочерят. Нет, меня. Меня, выберите меня, прошу вас. Я хочу, я хочу. Скажем так, пока я была здесь, у меня сложилось впечатление о вас. Ты не так хороша. И ты не жди. А вот ты очень красивая. Я хочу тебя удочерить, девочка. Пойдем со мной. Мы ждали так долго, она только пришла и уже нашла семью. Ненавижу ее. Я еще отомщу. Держи мою руку. Я выбрала эту невестку. То есть дочь. Афина, поздравляю тебя. Надеюсь, ты счастлива. Не знаю. Документы идеальные. Тебе не о чем волноваться. Я буду приходить раз в месяц, чтобы контролировать происходящее. А, да, разумеется, не проблема. Все, пойдем. Поздоровайся с Эмилией и Кларком. Да, да, привет. Привет. О, вы прекрасный золушка. На, пей. О, спасибо, но мне не хочется. Ты такая красивая. Я уже влюбился в тебя. О, да, действительно, милая принцесса. Ну все, дети, поехали в нашу квартиру. Вот мы и дома. Пойдемте же скорее. На улице очень холодно. Так, ключи. Угу, подожди. Заходите. Только после тебя, красотка. Ам, хорошо. Это было немного странно. Я должна держаться подальше от этого парня. Почему Афина очень быстро убежала от меня? Что она возомнила о себе? Давай я покажу тебе экскурсию по дому. Ну, здесь вроде бы ванная, туалет, раковина, полки, разные вещи. Можешь ими пользоваться спокойненько. Да, здесь комната детей. Эмилия и Кларка. На втором этаже Эмилия. На первом Кларк. У них тут есть мягкие подушки, всякие игрушки, приставки. И мы сейчас находимся на кухне. У нас много еды. Да. Мы состоятельная семья. На столе тоже куча еды, разной посуды. Заходи, не стесняйся. Можешь также пользоваться. У тебя есть личная чашка. Вы только что переехали? Здесь так много коробок и ящиков. Эм, как ты это поняла? Какая нахалка. Могла бы быть повежливее. Вообще-то мы живем здесь уже 5 лет. Мы так постарались в честь твоего приезда. Даже шариками все украсили. Извините, это был просто вопрос. Просто вопрос. Ну да, я так и знала. Ты душка на самом деле. Ладно, покажу твою спальню. Вот она, кстати, да. Тут также есть милая игрушка. Купила в честь своего приезда. И много мягких подушек. У тебя, наверное, никогда в жизни столько подушек не было. Ну что ты молчишь? Как тебе комната? Наверное, да речи потеряла. Выглядит очень красиво. Спасибо большое за то, что постарались комнату украсить. Да, я знаю. Здесь действительно красиво. Мне тоже очень нравится. У меня есть небольшой вопрос. А именно, кто эти два человека на фотографиях? Это старые фото. Надо их быстро убрать. Но ты права, неудачные снимки. Я выброшу их. Так намного лучше. Никаких неудачных снимков, чтобы не портили глаз. Я не говорила, что фотографии не очень. Так странно. Нет ничего странного. Все обычно. Иди на кухню, а я скоро подойду. Хорошо. О, боже мой. По пути выброшу эти коробки. Прости, пожалуйста. Я не успела до конца подготовиться. Все шло идеально по моему плану. Но из-за этих снимков я чуть не умерла от страха. Я забыла их поменять. Пожалуйста, отпустите нас. Не издавайте звуков. Если будете стучать, то я оставлю вас без хлеба на несколько дней. Готово. Наконец-то я поменяю снимки. От этих людей так много шума. Нет никаких манер. Я все же оставлю их поголодать. Ма, что ты делаешь? Дурацкая голова. Ты забыла поменять фотографии. Я что, должна делать все сама? От вас никогда не дождешься никакой помощи. Какие же вы родные дети, если даже помочь не можете? Ма, ну прости. Почистила хотя бы ванную комнату. Да, я выкинула чужие вещи. Но откуда их так много? Не задавай глупые вопросы. Просто делай, что говорит мать. Ладно, Ма, я в магазы дошираком. А куда Эмили ушла? О, вы повесили новые фото. Вообще-то они всегда здесь висели. Нет же, здесь были вот эти два человека. Раз уж на то пошло, это отец моих детей. Ну и конечно же я. На фото вы выглядите совсем иначе. Я уже сказала, что неудачные снимки. Хватит. Достала. Извините, пожалуйста. Новые фотографии, которые вы повесили, очень красивые. Это мы путешествуем в Китае. Разве? Этот фон из фотобудки в магазине мебели. Ам, протри глаза. У тебя проблемы со зрением. Нет же, я уверена. Мы с родителями там тоже фотографировались. Ты, наверное, устала. Прилег поспать на часок. Ладно. Снова чуть не раскрыли мой камуфляж. Как же бесит эта девчонка. С этого дня я поняла, что моя приемная семья немного странная. Однажды я спала и вдруг чувствую трех спряда. У меня были мурашки по коже. Тогда я открыла глаза и заметила, что все трое вокруг кровати. Стоят и смотрят на меня. А потом я сделала вид, как будто я сплю. Почему она до сих пор не влюблена в тебя? Я тоже не знаю, ма, на чем мне делать. Будь настырным. Нам нужны ее деньги, понимаешь? Да, я знаю. Старайся лучше. Я даю тебе месяц, чтобы она в тебя влюбилась. Хорошо, ма. И позаботься о том, чтобы она не сбежала со всеми нашими деньгами. От этого болвана никаких действий. Он только спит и ест. Как такого вообще кто-то полюбит? Мне так обидно. Пупсичек, не слушай сестру. Не расстраивайся. Ладно, я в порядке. Ты поменял себе подгузник? Да, мамуля. Хорошо. Теперь ложись спать рядышком с ней и охраняй ее. Ладно. А я позабочусь об остальном. Маш, что ты здесь делаешь? Доброе утро, дети. Привет, мам. Что ты только что делал в моей кровати? Ну, мы просто вместе заснули во время скучного фильма. Угу. Вот как. А мне показалось, вы такая милая парочка. Не, Макина моя подруга. Но в будущем мы можем с ней встречаться, если она захочет. Конечно, захочет. Ты у меня такой лучший. Пуси мусечка, кукусечка. Афина, ты бы вышла замуж за Кларка, да? Согласна? Я еще маленькая. Маленькая да удаленькая. Уже влюбилась в моего сыночка, признавайся. Он тебе сильно понравился, так ведь? Давай соглашайся выйти замуж за него. Ма, я хочу завтрак. Когда-то тебе будет готовить твоя любимая женушка Афина. Но я не хочу замуж. Ах, шутница. Я же все вижу и чувствую. Это было не специально. Ладно, ладно, Афина. Пойдем на кухню. Поможешь мне готовить вкусный завтрак для всей семьи и твоего будущего мужа. Ага, ладно, пошутила. Пойдем. Тебе нравится готовить? К сожалению, я еще не умею готовить. Тогда просто смотри, как это делаю я и учись. Ладно. Что хочешь есть? Мне все равно. Я сварю молочную кашу в кастрюле. Так, где кастрюля? У вас что, нет посуды в доме? Но вы же сказали, что живете здесь пять лет. Посуда? А, конечно же, есть. Я просто храню ее в другом месте. Жди здесь. Она такая странная. Что мне делать? А, боже мой. Магазины еще закрыты. И у меня нет кастрюли. Но есть хорошая идея. Да, точно. Я просто пойду к соседям. Я умею взламывать двери. Наконец-то. Я должна быть тихой, чтобы меня не поймали. Идеально. О, боже. Что это было? Подождите минутку. Почему дверь открыта? Меня что, ограбили? Я должна срочно позвонить в полицию. А вот и мамочка. Нашла кастрюлю. Сейчас приготовлю тебе вкусную молочную кашу. Надеюсь, ты оценишь. Дети говорят, я лучший повар. И добавим немного фруктов. Подай, пожалуйста, клубники. Да, конечно. Держите. Молочная каша готова. А почему вы готовите на полу? Так надо. Еда соединяется быстрее. А, хорошо. Это очень вкусно. На, ешь. Спасибо большое. Такая вкуснятина. Ага. Я потом помою посуду. Мне потому что пора идти на работу. Удачи. Чимоки-поки. Интересно, кем она работает. Я прослежу за ней, чтобы это выяснить. Боже, какой тяжелый день. Привет. Привет, как я могу помочь вам? На самом деле мне нужен только багет. А в таком случае 10 токенов. Держите. Позвольте я упакую багет. Спасибо за покупку. До свидания. Это так странно. Куда она идет дальше? Я никогда не была здесь. Я принесла еду. Если вы продолжите кричать, то больше не получите ее. Ясно? Нет, я не развяжу вас. Можете пописать в эту бутылку. Надоедливые люди. Мне надо уходить домой. Быстрее. Не верю своим глазам. Надо срочно обратиться в полицию. Помогите, помогите. Что случилось? Пожалуйста, пойдемте со мной. Ожидайте. Это срочно, поверьте. В одном запрошенном доме заперты люди. Что ж, пойдемте. Посмотрите на это. Ладно, не волнуйся. Я позабочусь об этом. Кто-то сюда идет. Это полиция. Вы арестованы. Но я не виновна. Пустите меня. Это ошибка. Она во всем виновата. Я до сих пор не могу поверить, что меня приняли в семью аферисты. Но, к счастью, все раскрылось. Скорая помощь увезла этих людей. И сейчас они в безопасности. Мне пришлось вернуться обратно в детский дом. Но на этот раз меня перевели в другой корпус, который был отремонтирован. Это моя новая комната. Все преступники просто хотели обмануть меня. Их отправили в тюрьму. Надеюсь, я встречу хорошую семью, которая захочет меня удочерить. Привет, я Джулия. Моя новая соседка по комнате. О, я не хочу иметь соседа по комнате. Как жалко. Я думала, мы станем хорошими подругами. Потому что это мой первый детский дом. Ты не врешь? Нет. А ты не знаешь, где можно поесть? Я такая голодная. Конечно. Бери свою тарелку и пойдем на кухню. Хорошо. Иди прямо. Я догоню. Теперь со мной будет жизнь соседка. Немного проберусь. Эй, ребята, привет. Я Джулия. Я здесь новенькая. Где взять что-нибудь из еды? Посмотри вниз. Но я не ем с полом. Другой еды нет для тебя. Я очень голодная. А если бы была голодная, то поела бы и земли. Точно. Не такая голодная значит. Испугалась еды с полом. Неженка. Это просто отвратительно. Единственное отвратительное, что я вижу. Ты. Открой рот. И ешь. Нет, не буду. Сам ешь с полом. А что? Ты заставила меня съесть это. За это получишь по голове. Ай, мне больно. Пусти мои волосы. Не подходи ни на шаг ближе. Иначе я покрашу тебя несмываемой краской. Не трогай меня. Спасибо тебе большое. Это было легко. Ты уже поела? Еще нет. Я не знаю, где найти еды. Смотри. Еду можно брать из холодильника. Сегодня у нас картофельное пюре с сосисками. Благодарю тебя. Давай накладывай. Очень вкусно. Пойдем я покажу тебе одно классное место. Добро пожаловать в райский уголок. Надеюсь тебе понравится. Вау, здесь действительно замечательно. Погода такая хорошая. Просто идеальная, чтобы поплавать. Я прыгаю первая. Прямо в одежде. Мы потом в сушилку закинем. Давай, это весело. Ну, вода такая холодная. Да, она очень освежающая. Ладно. Раз, два, три. Ура, я сделала это. Правда приятно. Интересно, а чей это лебедь? Я думаю, не чей. Можешь поплавать на нем. Окей. Как же весело. Давай тоже садись. Ладно. Эм, это мой лебедь. Примите мои извинения. Никаких манер. Где ваши родители? Они не научили, как себя правильно вести? Мои родители умерли. Извини еще раз. Из-за тебя мой лебедь воняет. Что ты вообще делала? Не думаю, что это из-за нас. Мы не специально. Мы не знали, что он чей-то. Ах, я так злюсь. Они так просто не отделаются. Мой лебедь воняет из-за них. И теперь они тоже будут вонять. Это воняет так же, как они нагадили. Получайте. Эй, хватит. Мы уже тысячу раз извинились. Бежим от нее. СТОЯТЬ! Еле оторвались от нее. Если честно, мне было мега весело. Я вижу, у тебя все лицо красное от смеха. Я, наверное, красная, как помидор. На чем это ты смеешься? Ой, Джулия, тебя пахнет канализацией. Да, я тебя помою. Такой неприятный запах изо рта. Попшикаю тебе духами. О-о-о-о. Апчим! Апчим! Не надо, прошу тебя. У меня аллергия на цветочные ароматы. О, да, получай больше, больше, больше. Не видишь, Джулия, плохо. Выкинь свои духи подальше. О нет, ты выбросила мои духи из окна? Животное! Вообще-то ты первая начала. Заткнись, у тебя такой же неприятный запах изо рта. Ай! Что здесь произошло? Афина и Джулия издевались надо мной. И дразнили. Я просто сопротивлялась. Как много крови. Нам срочно нужно в больницу. Но Афина не виновата. Она защищала меня. Почему ты лжешь? Она напала на меня. Да, не слушайте. Я действительно разочарована в тебе. Почему ты это сделала? Но Таня первая начала. Я сомневаюсь в этом. С тех пор, как ты переехала, в доме одна драма. Раньше такого не было. Танюша же просто ангелочек. Но она правда начала первая нас атаковать. Не хочу ничего слышать. Если ты хочешь продолжать жить в лучшем корпусе, ты и должна извиниться перед ней, когда мы вернемся. Таня, я хотела извиниться перед тобой. О, Афина, твои извинения так много для меня значат. Но знаешь, что еще важно? Чтобы ты была здорова, девочка. Я очень волнуюсь за тебя. Ты мне противна. Отдохни поскорее. Поправляйся. Ах, Танюшечка, ты такая милая. Да, уж глупый день получился. Но у меня есть хорошие новости. Какие? Я услышала от Хайвин, что завтра приедет богатая семья и будет выбирать ребенка из нашего корпуса. Это грандиозные новости. Но что если нас разъединят? Ты моя единственная лучшая подруга, и я не хочу расставаться. Если захотят удочерить кого-то из нас, мы просто скажем, что нас можно удочерить только вдвоем. Да, согласна. Нас же могут принять вместе. Так и скажем, что нас нельзя разъединять. Алло, это семья Ковальских. Мы бы хотели удочерить умную девочку. Это очень важно для нас. Она не обязательно должна быть красивой. Главный ум. Понимаете? Да, в нашем доме есть очень умный ребенок. Отлично. Как ее зовут? Ее зовут Афина. И у нее есть хорошие оценки. Идеально. Тогда мы скоро зайдем. Афина, проснись. Ох, да, что случилось? Семья хочет тебя принять. Они ищут одну умную девочку. Вы серьезно? Поздравляю, любовь моя. Большое спасибо. Но есть проблема. Джулия моя лучшая подруга. И мы пообещали друг другу, что можем быть приняты только вместе. Позвоните. Спросите приемную семью. Возьмут ли нас вдвоем? Пожалуйста. Я попробую. Ох, миссис Хавин проходила. Семья хочет меня удочерить. Но я сказала, что мы хотим быть вместе. Я не смогу без тебя. О, Афина, я так тебя люблю. У меня есть хорошие новости для вас, девочки. Приемная семья готова познакомиться с Джулией тоже. Я так счастлива. Миссис Хавин, большое спасибо вам. Думаю, сначала представим тебя, Джулия. А потом подходи ты, Афина. Уже не терпится познакомиться с девочкой. Когда она придет? Подождите, я позову. Джулия, ты идешь? Ненавижу ждать. Она скоро будет. Наберитесь терпением. Привет, меня зовут Джулия. Вау, ты прекрасна. Я передумала удочерять умного ребенка. Я бы предпочла это милое дитя. О, спасибо. Я еще и умная. Самая умная в детском доме. Ум и красота. Идеально. Если станешь моей новой дочерью, я готова тратить на тебя все свои деньги. И покупать много дорогой одежды. Хочешь? Джулия, принимай решение. Привет, я Афина. Что она должна ответить? Ты же не забыла, что мы переедем только вдвоем? Я решила, что буду очень рада, если вы меня удочерите. Ау, замечательно. Пойдем с нами, но без нее. Надеюсь, тебе понравится твой новый дом. Он очень большой. Мы богатая семья, и у нас много денег. Джулия, почему ты так со мной? Прости, я больше заслуживаю семьи. Добро пожаловать в нашу семью. Прощай, Афина. Миссис Хавин, за что она так со мной? Джулия же согласилась уехать только вместе. Не грусти. Я хочу побыть одна. Я была настолько глупой. Семья пришла удочерить меня. А я сказала, что мы можем пойти только вместе с Джулией. В итоге получила удар в спину. Я думала, что мы лучшие подруги с ней. Время шло. Мне до сих пор было тяжело от той ситуации. В комнате появились новые соседи. Но я с ними не подружилась. Мы вообще не общались. Мама, папа, вы хотели, чтобы я стала отличницей в школе. И я буду лучшей. Никто больше не посмеется надо мной. Я стала много читать и готовиться к поступлению в лучшую школу. Иногда даже засыпала с учебником. Но мои труды того стоили. Я получила бесплатное место. Афина, дорогая, ты была так занята обучением. Поэтому я сходила в магазин сама и выбрала для тебя новый наряд в школу. Ой, это самое красивое платье. Спасибо вам большое. Не за что. Удачи тебе. Здесь так много людей. Я очень взволнована. Сара, я принесла твой горячий шоколад. Держи. Пока ты шла, он остыл. Не волнуйся. От него даже пар идет. Джулия учится со мной. Принеси мне новый. Я не хочу этот холодный. Здравствуйте, уважаемые ученики. Сейчас мы будем писать контрольный тест. Из-за тебя я пойду писать тест без горячего шоколада. Извини. Тест намного легче, чем я думала. Ты закончила делать мой тест? Да, держи. Отлично. Сдаем свои работы. Я не успела выполнить свои задания. Тебе не обязательно быть умной в классе. Я должна быть отличницей. Итак, буду держать за вас кулачки. Надеюсь, никто не останется на следующий год. Я получила лучшую оценку во всем классе. Поздравляю, Афина. Ты можешь собой гордиться. Да, супер, я прошла этот тест. Раздаю результаты дальше. Джулия, к сожалению, ты получила самую худшую оценку. Но ты все еще можешь ходить в школу. У тебя богатые родители. И они купили тебе место. Но в другом случае, у тебя не было бы шанса здесь учиться. Нужно больше заниматься. Бери пример с Афины. Джулия, я могу помочь тебе с обучением. Эй, возьми мой рюкзак. Его надо отнести на третий этаж. У меня рука болит. Да, конечно. Почему ты позволяешь быть грубой с тобой? Она тебе нравится? Чего тебе надо? Отстань от меня. Просто мы когда-то были лучшими подругами. Но ты меня предала. Забудь нашу дружбу. И да, я так поступила, потому что завидовала. Тебя выбрали первее. А я тоже хотела иметь приемную семью. Но нас могли забрать вместе. Я испугалась. Думала, что они решат взять только одного ребенка. Все, не подходи, пожалуйста, ко мне. Тебе неприятный запах изо рта. Джулия постоянно ходила с Арой и выполняла все ее хотелки. А я продолжала усердно заниматься. Хотя порой это было трудно делать. Ведь в детском доме все меня обижали. Но я не падала духом. У меня есть цель. Я хочу закончить школу с отличием. И поступить в простежный вуз. Я хочу стать инженером. Так, дети. Сейчас я схожу за вашими тетрадками. Не шумите. О, смотри, какой большой пузырь я могу надуть. Видала? На уроке нельзя жевать жвачку. А я тебя не спрашивала. Что ты вообще здесь забыла? У тебя нет денег платить за обучение. Вообще-то я получила стипендию. О боже. Ненавижу эти программы для бедных детей. Прилипла к этому месту как жвачка. Кстати, моя жвачка уже потеряла вкус. Афина, на, выкинь. Сама выкинь. Только в тебя. Ты попала на учительский стол? Я здесь. Хм. Кто бросил жвачку на мой стол? Это всё Джулия. Я видела, как она подошла к вашему столу и прилепила её. Не ожидала тебя, Джулия. Ты получаешь задержание. Непослушный ребёнок. Немедленно к директору. Ладно. Но почему ты лжёшь? Это же сделала ты, а не Джулия. Что? Она сама призналась. Хватит мешать мне вести урок. Или хочешь вместо меня его провести? Ммм? Простите. То-то же. Я не понимаю, почему Сара наврала. На самом деле, это она кинула жвачку на учительский стол. Не наказывайте Джулию. Не вызывайте её родителей. Это мило, что ты пришла заступиться. Но родителям Джулии всё равно на неё. Они никогда не беспокоились за её учёбу. Насколько мне известно, она живёт в богатой приёмной семье. Я слышала, что они хотели удочерить умную девочку, потому что у них уже был красивый ребёнок. И я думаю, они больше заботятся о родном ребёнке. А над Джулией им всё равно. Грустно. Но почему тогда Джулия позволяет Саре плохо с ней обращаться? Я тоже хочу, чтобы Джулия смогла преодолеть свой страх и сказать мне правду. Я попробую поговорить с ней. Спасибо вам. Ты всегда можешь ко мне обращаться. До свидания. На следующий день Джулия пришла с гипсом. Я не знаю, что с ней произошло, потому что мы не общались. Но это продолжалось неделю. Каждый день она приходила либо с синяками, либо с царапинами. Эй, принеси мою еду. Вот спагетти. Ой! Ты уронила всё на пол. Криворукая. Прости, рука ещё не зажила. Мой теперь полы. Эй, ты не видишь, что она не может это делать из-за травмы? Всё в порядке, я уже мыла полы. Почему ты её защищаешь? Она моя сестра. Уходи, иначе будет хуже. И меня побьют дома. А, что? Твоя сестра? Ладно, я уйду отсюда. Я не верю. Она не сопротивляется, потому что иначе её бьют дома сестра или родители. К сожалению, эта приёмная семья оказалась не такой, какой я её представляла. Мне так стало грустно за Джулию. Единственный человек, с которым я могла поговорить, была директор. Афина, не грусти. Завтра будет лучше. Спасибо вам за поддержку и понимание. Я бы так хотела помочь Джулии, но не знаю как. Согласна. Но я тоже ничего не могу сделать с этим. И её родители богаты, и всё решают связями. И тем более у нас нет доказательств, что это они бьют её дома. Потому что сама Джулия говорит, что она просто упала с велосипеда. Вот бы Джулия сама всё рассказала. Или раздобыть доказательства. И спасти её от этой злой семьи. Они используют её, чтобы она помогала Саре учиться на отлично. И чтобы прислуживала ей. Афина, ты слишком милая. Я долго думала кое о чём. К сожалению, я сама не могу иметь детей. Поэтому я подумала, только если ты захочешь, конечно. Я бы хотела тебя удочерить. Да, это было бы так здорово. Я обещаю, что ты никогда больше не будешь грустить. Я постараюсь быть хорошей мамой. Уже через неделю я переехала в новый дом. Мы смешиваем это и это. И получаем вещество, от которого могут выпасть все ваши волосы. Поэтому будьте осторожны, девочки. Дайте мне поиграть с этим. Я должна вылить это на голову Джулии. Ты в своём уме? А да, это... Пожалуйста, оставь меня в покое. Немедленно прекратите. Я должна убрать жидкость подальше отсюда. О боже, как смешно. Ты бы видела своё лицо. Ладно, как это сделать? Мне нужно получить точно такое же вещество. Давай я подскажу. Смешай синий с жёлтый. Ох, всё-таки от тебя есть какая-то польза. Что ты натворила? Ты меня обманула, и из-за тебя я потеряла все свои волосы. У вас обоих будут неприятности. Ты меня не напугаешь. Сара, пожалуйста, не бей меня дома. Иди сюда, Джулия. Тебе больше никогда не придётся бояться сестры. Я обещаю тебе, что всё будет хорошо. Да что ты сделаешь против меня? Я ничего. А вот моя мама-директор выгонит тебя из школы. Твоя мама? Да, Джулия, она меня удочерила. Ты всё врёшь. Лучше не связывайся со мной. Ты поняла меня? Я всё расскажу родителям. Прости, мне было страшно говорить правду, потому что я была совсем одна. Приёмная семья ужасная. Они бьют меня каждый день. Ты должна была рассказать директору. Давай сделаем это вместе. Я с тобой, не бойся. Обещаю, тебя никто больше не обидит. Джулия призналась совсем директору. Она рассказала, как неплохо обращались семье. И заставляли врать о том, где и как она получает синяки. Говорили, что сделают её инвалидом пожизненно, если она расскажет правду. Но я помогла ей набраться смелости. И теперь она будет всегда в безопасности. После этого начались проверки. И правда вылилась наружу. К счастью, деньги им не помогли откупиться. И они получили своё наказание. А Джулия стала частью нашей семьи. И мы теперь сёстры. К сожалению, мы продолжали учиться в одном классе с Сарой. Эй, Джулия, почисть мои туфли. Она для тебя больше ничего делать не будет. Но тогда я не пропущу вас на уроке. Вы получите задержание за опозданием. Мне это надоело. Мам, приди, пожалуйста. Что случилось? Сара снова издевается. И не пускает нас в класс. Посмотри на это. Она издевается над Джулией, пока нас нет. Сара, пропусти девочек в класс. А, идите, это всё ложь. Они врут на меня. Издевательства запрещены. Сара получает задержание. Мама, ты лучшая. Спасибо большое. Если понадобится помощь, дайте мне знать. Я так счастлива. Мы с тобой теперь не только лучшие подруги, но и сёстры. Да, я тоже. Может, и я стану вашим братом. У меня нет семьи. Субтитры подогнал «Симон»